здравствуйте с вами уважаемые зрители позитивный кэш сегодня будет на сборка компьютера первая часть установка корпусных вентиляторов в корпус у нас есть корпус у нас есть вентиляторы для установки вентиляторов вот я буду использовать такие вот болтики винтики ну и отвертка значит болтики обычно идут в комплекте с корпусом или иногда в комплекте с вентиляторами значит подробный обзор корпуса и вот данных вентиляторов я оставлю ссылку в описании смотрите я установлю самый самый необходимый набор вентиляторов потом по мере необходимости будет температуру пробовать то есть уже экспериментировать итак смотрите мы с вами установим вентилятор на боковой панели вот у нас на боковой панели есть мы снимаем эту крышечку на боковой панели у нас будет вот один 140 на 140 вот этот массивный друг у нас и нас сеточкой сеточку мы убираем чуть-чуть даже давайте 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 вот так вот ее берем так ну сначала что нужно сделать естественно примерить наш вентилятор наши болтики вот сюда они будут крепиться вот примеряем болтики примеряем вентилятор так для как правильно располагать вентилятор я тоже мне ссылочка в описании к правильно расположение вентилятор я тоже там рассказывал как вот мы располагаем 4 булочка с вами вот вентилятор как правильно располагать я тоже уже показывал ссылку в описании оставлю обычно на боковой стороне ставит на вдув в корпус значит опять же ориентируемся по стрелочке ну здесь стрелочки нет но вот так буду значит мы устанавливаем его вот так вот вот это красивый лицевой стороной здесь принципе крепежи достаточно сейчас мы примерим их что они у нас совпадают давайте на сеточку положим чтобы не царапать корпус вот ну легкими движениями мы по одному будем закреплять вот мы сначала примеряемся боковое так немножко наживляем 1 чтобы у нас было динамика вкручение чтобы мы могли вентилятор немножко 2 естественно сами болты они накручиваются и потом уже резьба прорезается в них то есть резьба к сожалению здесь насколько я понимаю она не 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 делается а вот кстати вот сейчас посмотрим мы немножко перевернем его сейчас минутку вот на то чтобы установить боковой вентилятор надо для такая вот особенность сейчас минутку так вот ведь тут не просто так надо примеряться еще сейчас так ну вообще расскажу про вентиляторы что естественно можно и 120 установить на боковых ведь ну я видел и по два вентилятора и по три устанавливают вот я чего хотел посмотреть что где он больше лопасти захватывает вот тут нужно немножко примеряться ребята вот и надо еще мерить ее какая особенность чтобы смотрите чтобы у вас чтобы у вас вот этот шнурок вот когда вы будете дальше монтировать этот шнурок ну как можно ближе располагался к материнской плате чтобы мог чтобы он достал вот ну или можно вот так вот расположить его вот принципе давать на материнской платы он достанет вот здесь сбоку проложить чтобы он не мешался вот ну или вот так вот примеряете ваш то есть насколько он можно вот здесь того чтобы уже к материнке потом не перекручивать вот эта особенность досмотрите вот ну обычно вот если он примерно здесь то значит вот материнская плата в принципе достанет или сейчас посмотрим вот здесь повыше вот принципе должен достать но так как здесь блок питания будет стоять то вот или вот так вот смотрите то есть по мере здесь он будет потоку воздуха мешать вот поэтому скорее всего вот так вот его располагать мы его зафиксировали что располагать его будем вот так вот так теперь смотрите ребята так переворачиваем зафиксированным то есть мы его что сделали мы его зафиксировали и определили да тут дело такое тонкое так теперь смотрим и аккуратно наживляем болтики чуть-чуть накручиваем сначала по диагонали его и потом так вот четвертую болтик и сейчас уже посильнее начинаем вкручивать чтобы его непосредственно прижать ну совсем сильно конечно тоже усилий особенно то не прижимаете да вот это будет у нас боковой все прикрутили вот он жестко стоит теперь мы его накрываем сеточкой если нет сеточки ну принципе можно купить антипылевый фильтр я ссылку в описании оставлю антипылевый фильтр распаковка его обзор у у меня есть тоже на канале я вам оставлю подробный обзор вот смотрите как аккуратно мы сделали сеточкой давайте его посмотрим с этой стороны вот красота смотрите сеточка все закрыто ну и все и теперь только его чистить все значит мы его отставляем в стороночку он нас вон там будет стоять так теперь установка фильтра на верх корпуса тут сеточка тоже снимается мы ее тоже в сторону так здесь я сеточку уже убрал я показывал в корпусе так здесь вот смотрите вентилятор будет 140 на 152 вот такие вот размеры да необычные я думаю что таких вентиляторов нету вот посмотрим подробно писать ссылка в описании так теперь смотрите здесь у нас нужно будет на выброс воздуха до из корпуса смотрим опять стрелочка значит вот так нам его распад туда вот так вот мы его ставим и он у нас будет из корпуса выбрасывать воздух так опять же смотрим смотрите обратите внимание корпус да где расположена материнская плата но в принципе здесь вот так вот наверное пойдет то что по длине он достанет да ну вот так чтобы можно было сзади завести вот этот шнурок шнурок сзади можно было завести вот там за корпус и вот все значит располагаем здесь у нас также смотрите ребята также примеримся по размерам берем 4 сейчас у нас отдавать сюда а здесь принципе не потеряется берем 4 булочка вот и сейчас примеряемся вот что тут принципе для крепления кстати для крепления здесь прям фан написано ну вот на камеру мне не видно фан-фан-фан то есть тут тоже принципе ошибиться нельзя так сейчас мы примеряемся вот прикручиваем по одному болтику и тут видите уже все написано то есть устанавливайте где написано фан немножко ну по крайней мере в этом корпусе да ну неважно других корпусах может быть не на списано ну там крепежные места потому здесь 140 120 можно установить и 200 и до поэтому здесь вот принципе разметку сделали для разных не вентиляторов вот такую вот особенность в принципе получается нормально вот уравномерно распределяете крепление самого вот это будет на выброс горячего воздуха ход процессор ну естественно из всего корпуса это самый конец самого корпуса вот все сейчас я вам ее вот так вот его покажу вот как выглядит это получается вера здесь естественно здесь смотрите я считаю все сеточки да я их не стал пока убирать это методом эксперимента здесь в принципе пока и не нужны или может быть я их выберу просто воздух оставлю если вот это или вот достаточно принципе вот вот он установленный вентилятор который будет захватывать выбрасывать у нас в воздух так установили теперь сеточку пока может быть и не будем ставить так теперь у нас боковой не боковой вот сзади вот тут который я вам рассказывал да значит данный вентилятор тоже будет 140 на 152 данный размер у него вот сейчас я вам покажу ребята так вот смотрите здесь значит установка здесь тоже нужно на выброс это задняя сторона корпуса тыл так смотрим у нас также по выбросу как у нас будет по выбросу значит ставим вот так вот это выброс туда выброс воздуха то есть он у нас будет вот так вот вот теперь смотрим опять же расположение шнурка ребята то есть где-то он он подключается у меня у меня будет есть питание для него поэтому я примерно вот так вот его буду подключать чтоб он достал сейчас я посмотрю да вот так вот вот чтоб он по длине достал ну или в принципе можно его вот так вот нет так он не достанет вот это понятно индивидуально будете смотреть ну вот так скорее всего потому что длине всего можно будет и вот так вот его сделать вот и там установить вот теперь опять же у нас берем болтики так здесь смотрим что он у нас на крепежные детали что он не мешает с этим корпусом что у него крутится все нормально все здесь уже по также четыре болтика достаем также делаем тут вот такие вот зацепки это можно сейчас вот так вот я вам ребят покажу вот 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 делаем небольшие зацепки так то же самое наживляем аккуратненько сейчас минутку так берем второй наживляем прямо от руки потому что вот вот немножко их наживляем прикручиваем этот верху два следующий берем вот они тут меряем и последний четвертый ну собираем опять уже по периметрии по диагонали закручиваем чтоб он закрепился сначала у нас по диагонали ну и снизу так и здесь остался последний мы его прижимаем и так мы с вами последний болтик прикрутили ну тоже не слишком жестковато вот вот ну вот в принципе а и так ребята мы с вами установили боковой вентилятор вот смотрите как он выглядит давайте я вам покажу на 4 винтика вот так же ну примерно я бы посередине установил так то есть смотрите у нас боковой вон на боковой крышке два вот этих вентилятора это самый оптимальный вариант вот смотрите ребята да здесь у нас будет башенный кулер стоять с вентилятором здесь естественно верху ничего нет у нас здесь верху ничего нет вот и два вот здесь что вентилятора на передней оси на передний пал так ну здесь смотрите здесь естественно для монтажа что мы сделаем вот эту корзину мы уберем она будет мне вмешаться с жесткими дисками вот теперь смотрите вентилятор на на вдув в корпус получается опять же ориентируемся по стрелочкам да то есть стрелочка значит ставим его вот так вот и опять же по шнурку смотрим у нас вот смотрите материнская плата обратите внимание материнская плата будет стоять где-то вот здесь питание у меня будет вот для материнской платы вот здесь значит этот шнурок надо ставить вот вот так вот чтоб он достал вот то есть вот так вот не вот так подальше от него то есть по длине шнурка вот примерно ориентируемся так смотрим значит открываем переднюю панельку открываем чтобы нам до монтажа тут сеточку убираем все освободить так так смотрим так так смотрим опять по так у нас также в комплекте 4 болтика и отверточка так примиряемся как я вам говорил с этой стороны мы его затаскиваем сюда сейчас я вам поудобнику вот что было видно так ну и примиряемся естественно по отверстиям отверстия в принципе очень хорошо совпадают наживляем болтики так сначала по периметрии так потом с этой стороны наживляем так это магнитный четвертый вот остался опять же сзади придерживаем естественно наживляем потихоньку со всех сторон так у меня уже отвертка даже иступилась давайте попробуем помощнее взять ну не слишком сильно надавливаем так ну вот как и выглядит вот смотрите и давайте я вам с этой стороны его покажу как он получил вот и давайте сейчас его немножко примерим получается он у нас чтобы он по корзине давайте посмотрим вот вот до корзины еще место остается то есть он здесь будет охлаждать нам вот эти жесткие диски очень удобно так давайте посмотрим с этой стороны и так ребята мы установили теперь нам осталось поставить последний значит этот будет охлаждать жесткие диски вот здесь смотрите а этот сейчас мы установим будет на видеокарточку обдувать полностью эту видеокарточку такс 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 Так, так же примеряемся. Так, так же 4 болтика у нас. Ну сначала наживляем. Так. 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 Так, и там 4 устанавливаем. Так, и сейчас я вам покажу. Значит, смотрите, здесь мы установили. Впереди у нас будет вот такая вот конструкция. Вот, и сейчас я вам покажу. Вот такая вот установочная конструкция на вдух. Ну понятно, да? Вот это будет на видеокарточку. Всё. Это была первая часть. Сборка компьютера. Установка корпусных вентиляторов. Самый оптимальный вариант. Это у нас получилось 1 сбоку, 2 сверху и 2 на фронте вдух. Получается 5 вентиляторов. Это была первая часть. Установка корпусных вентиляторов. Оставайтесь со мной. Вдох. 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 Продолжение следует...